Агроном в каждый дом Вот наши томаты. На середину июня они уже сформировали вот такие плоды. Чтобы у нас увеличить урожайность, плоды были более крупные, необходимо один раз или два раза за период развития в открытом грунте проводить подкомки. Подкомки проводятся в основном в период образования плодов. Подкомки проводятся как корневые, так и некорневые. Я вам покажу, как проводится и корневая, и некорневая подкомка. Мы взяли 10 литров воды, берем наше удобрение, хорошо растворимое в воде. В своем составе содержит азот фосфор и калий, и плюс еще микроэлементы. Это и бор, и молибден, и железо, и медь, и марганец, и магний. Столовую ложку. Это примерно 30 граммов на 10 литров воды. Можно взять 40, но не более. Лучше растение не докормить, чем перекормить. Растворяем хорошо в воде. Перемешиваем. На нашем участке прошел дождь. Почва такая влажная. Если вы будете подкармливать почву сухая, то перед тем, как проводить подкорбку, желательно пролить нашу почву чистой водой, чтобы она была более влажной. А потом только начинать проливать раствором удобрений. Под одно растение можно выливать где-то 0,7 и до 1 литра раствора. Можно разделить на несколько растений, а потом заново повторить, чтобы раствор не растекался по всей почве. Можете полить по 0,5 литру, но через 12-14 дней опять же подкорбку повторить. После того, как мы подкормили наше растение, чтобы влага не испарялась, растение необходимо замульчировать. Для мульчи мы можем использовать крову, которая имеется скошенная и измельченная на вашем участке. Также можем использовать перегной, смешанный с зерновой землей. И сверху вот так засыпаем. Есть еще подкормку, можно провести вне корневую. Для вне корневой подкормки берут дозу удобрений в 2 раза меньше. Мы можем взять этот раствор 0,5 литра и добавить в опрыствователь 0,5 литра чистой воды. Концентрация будет в 2 раза меньше. При вне корневой подкормки берется доза удобрений 10-20 граммов на 10 литров воды. Вне корневую подкормку проводить лучше рано утром или поздно вечером. Желательно, конечно, погода, чтобы была не солнечная, более пасмурная, невысокая температура. При некорневой подкормке раствор удобрений попадает прямо на листья и быстрее проникает в наши растения.